Стали хуже учиться. Родители российских школьников снова оценили последствия дистанционки. Об этом не только расскажу. Прямо сейчас в студии Елена Чехомова. Это Давича. Здравствуйте. В Госдуме хотят ужесточить наказание для лихачей и автохамов. Есть предложение даже конфисковывать машины. Контейнеры. Коммунальщики, мягко сказать, растерялись. На это нужны большие деньги. Как сообщают в УНФ, оказалось, что у города еще есть два месяца, чтобы решить проблему. В январе и феврале КДУ-3 продолжат сдавать контейнеры в аренду. Выкупать их пока не нужно. Кировские управляющие компании уже получили коммерческое предложение от КДУ-3 о правлении договора. Стоимость аренды одного контейнера – 232 рубля в месяц. В УНФ отметили, что это позитивная новость. Иначе мусорного коллапса с 1 января 2021 года было бы не избежать. Потому что никаких системных решений этого вопроса до сих пор нет, заявляют активисты. У нас была реальная угроза того, что после Нового года порядка 10 тысяч контейнеров исчезнут с городских улиц, как из дворовых территорий, так и с муниципальных. А наш город просто-напросто утонет в мусоре. Поэтому сейчас риска того, что это случится, скорее всего, нет. Но, тем не менее, это не повод расслабляться. У россиян будет выбор, какой вакциной прививаться от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. На данный момент зарегистрированы две российские вакцины от COVID-19. Это «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Сейчас жители страны прививаются вакциной «Спутник Ви». Второй препарат тоже вышел в гражданский оборот. Правда, пока небольшой партией произведено порядка 30 тысяч доз. Тем временем за сутки в России подтвердили 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались от болезни 562 человека. Сегодня-завтра конец учебного полугодия, и итоги подводят не только в дневниках. Так, родители заявили о беспрецедентном отставании детей в школе. Группа сервисов «Актион образования» провела соответствующий опрос. В нем участвовали около трех тысяч человек. Это директора школы, их заместители, а также родители учеников. И вот итоги. Больше половины родителей, а именно 53%, заявили об отставании детей в школе из-за дистанционного обучения. Администрация школ с родителями не согласилась. 47% опрошенных директоров заявили, что отставание школьников в этом году минимальное, а 22% вообще считают, что дети не отстают от программы. А наши кировские специалисты оказались едины во мнениях. Когда длительный был период дистанционного обучения, то, пожалуй, я бы согласился с выводами этого исследования. Те ребята, которых я лично обучаю, например, действительно многие из них значительно худших результатов стали добиваться, чем это происходило в период очного обучения. Я согласна с этим, я это увидела. Но связана, в первую очередь, с педагогической запущенностью, то есть всё-таки не было таким качественным образованием, которое должно быть. И во вторую очередь, как нейропсихолог я скажу, что все нейронные связи у нас образуются только на основе движения. Дети были обездвижены в этот период. В секции они работали, в школу они не ходили, сидели только за столом. И познавательная активность очень резко снизилась, мотивация к обучению снизилась. Подробно мы обсудим эту тему в вечернем выпуске. Причем услышим и советы специалистов, что делать в новогодние каникулы, чтобы еще не ухудшить ситуацию. Не пропустите. Прокуратура Кировской области взяла на контроль ситуацию с отоплением в Мармице Апаринского района. Ранее мы рассказывали о том, что местные жители жаловались на отсутствие тепла в поселке. Сотрудники ведомства провели проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Установлено, что с 18 декабря услуги по теплоснабжению на территории марминского сельского поселения оказывает компания «Энергоресурс». В ее ведении находится местная котельная. Из-за аварии на теплосетях с 18 декабря и до сих пор в домах и соцобъектах Мармицы не соблюдается температурный режим. Прокурор Апаринского района внес руководителю компании «Энергоресурс» и администрации марминского сельского поселения представление. Кроме того, прокуратура направила в суд заявление в защиту жилищных прав граждан. Таких на дорогу выпускать нельзя, заявляют борцы с автохамами. И в Госдуме даже подсчитали. Около 15% водителей на дорогах ведут себя агрессивно и провоцируют ДТП. И вот таких автовладельцев может ожидачащий нововведение. Придется дорого заплатить за свои маневры. За хамский стиль вождения или агрессивное поведение на дороге хотят ввести штраф 5000 рублей. Речь идет о резких перестроениях, шашечках, подрезаниях, ситуациях, когда водители гоняют на красный свет, пересекают сплошную. У пьяных водителей хотят и вовсе отбирать машины. В МВД называют это вынужденной мерой. Автомобиль предлагают конфисковывать, если его владелец второй раз попался в пьяном виде. Но у некоторых специалистов другое мнение о борьбе с автохамами. Необходимо, чтобы государство двигалось с другой стороны, повышая культуру вождения. Нам необходимо проводить разъяснительные мероприятия с водителями. Нам необходимо в корне пересмотреть всю систему подготовки молодых водителей. Потому что то, что происходит сейчас в автошколах, это обучение тому, как сдать экзамен, но не тому, как качественно и грамотно водить. Делать новости вместе с нами теперь стало еще проще. Если вы стали свидетелем интересного события и у вас есть видео, поделитесь с нами по номеру, который вы видите на экране, через Телеграм или Ватсап. Мы покажем его в эфире, обсудим и, возможно, поможем вам. Ну а прямо сейчас смотрите новости бизнеса. Меня зовут Елена Чехова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Я не понимаю, как это могло так произойти. Это настоящее новогоднее чудо просто. Теперь эти сережки для Светланы Чесноковой – символ удачи и везения. Девушка купила их в сети ювелирных салонов «Тапаз». Сертификат подарили друзья, плюс сдала старое украшение и немного доплатила. Ради интереса решила принять участие в акции «Тапаз дарит квартиру». Уже и забыла про розыгрыш. Пришлось вспомнить. 22 декабря на телефон девушки поступил звонок. Вот у нас экзамен был с 8 часов, с 8 утра. Я ждала своей очереди. Тут вижу, что мне звонят. Отошла. Мне говорят, что Светлана, вы покупали сережки. Вот вы выиграли квартиру. Я была в таком шоке, что даже не смогла толком ничего сказать. Экзамен, кстати, сдала на отлично. Светлана еще не решила, как распорядиться выигрышем. Ее выбрали случайным образом из более 11 тысяч участников. Помимо квартиры было разыграно 30 сертификатов «Тапаз» и 20 золотых украшений. Акция проходила с 3 октября до 20 декабря. Участниками стали все покупатели, которые совершали покупку от 8 тысяч рублей. Розыгрыш уже стал традиционным, и это уже восьмая подаренная квартира. «Тапаз» любит своих покупателей и всегда рад удивлять такими щедрыми подарками. Розыгрыш уже стал традиционным, и это уже восьмая подарка.